Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И, как вы знаете, в этом году городскому округу Люберцы исполняется 400 лет. И у нас наверняка будет еще много программ, посвященных и мероприятиям, и вспоминать мы что-то будем связанное с этой датой. Но есть люди, которые об этом знают, что называется, не только просто потому, что они хорошо знают историю, а иногда и с первых уст тех людей, которых уже нет с нами, которые здесь жили, творили и создавали все то, 400-летие чего мы будем отмечать совсем скоро. И, в общем-то, весь год это и есть день рождения городского округа Люберцы. Сегодня у нас в гостях уже не первый раз, и это радует, заслуженный работник культуры Московской области Наталья Александровна Степанова, которая работает в музейно-выставочном комплексе городского округа Люберцы, главным хранителем фондов и экскурсоводом. Ну, во-первых, Наталья Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Во-вторых, мы поздравляем вас с таким высоким званием. Спасибо. Заслуженный работник культуры. Вы весной это и получили, да, получается? Да, день работники. Ну, вот видите, пришли к нам на программу пару раз, и заслуженный работник культуры. Я 12-й раз сегодня. Да? 12-й раз. То есть у нас с вами... Скоро будет юбилей. Дюжина. Скоро будет юбилей. Ну, давайте мы все-таки поговорим. Мы уже отшумели майские праздники, но мы прекрасно понимаем, что тема событий Великой Отечественной войны, она тоже входит в такой большой составной... Вообще, тема войн, наверное, да, потому что была еще Отечественная, Первая Отечественная война, она входит отдельными такими блоками в историю 400-летия, в том числе и Люберец. Я так понимаю, что у вас, как у сотрудника музея и как у экскурсовода, наверное, были горячие дни, вот с точки зрения... Они и продолжаются, потому что невозможно там в три, в четыре, в неделю как-то охватить всех желающих посетить музей именно с этой святой темой, познакомиться, почему Люберцы называется город прифронтовой. Интересует очень многих. У нас идет поток. Вот сейчас поток. В общем, в принципе, всегда идет поток. Но в связи с 400-летием, конечно, есть такая у нас экскурсия Люберцем 400. Это просто вот почти ежедневно, и по нескольку, может быть, даже. А вот в связи с войной, вот с защитниками Отечества, какие бы они ни были, Первая мировая, Вторая мировая, да, афганцы, это защитники Отечества, кто бы как их ни называл. Но вот я убеждаюсь в том, что даже маленькие дети, как они уже много знают? Или тут интернет все-таки им в помощь? Или вот они уже рождаются с какой-то информацией, которую они уже знают? Многие вот дети, спрашиваешь, они знают, и это, и это от маленьких, 10-12 лет знают такие вещи, которые я, может, 17 узнала или 20. Так что у меня это... Ну, значит, патриотическая тема все-таки работает, и дети узнают? Очень даже, очень даже работает. И даже вот когда мы проводим эти экскурсии, например, я не знаю, как другие экскурсоводы, я когда провожу такую святую, у меня обязательно финал – это минута молчания. Ну, знаете, они проникаются так, они уходят, они уходят почти шепотом, да, они уходят другими. Ну, а как проходит экскурсия, связанная с Великой Отечественной войной, с войной? Ну, вот сейчас, вот, по эти дни праздничные, он был автобус соорганизован Победой, он до сих пор существует, Арфот, он сегодня, было два рейса сегодня. Автобус Победы, когда сотрудник музея, мы, нашего или музея, Люберецкого, Краевического или Малаховского, мы единое целое, вот, потому что я не один экскурсовод, нас трое, и даже четверо, вот, в Малаховке у них свой курс, они там до Аллеи Славы, там своя тема, Малаховка дачная и свои герои. А наши, вот, Люберцы, городской, мы проезжаем с детьми, забираем их из школы и проезжаем, пока добираемся до Октябрьского проспекта, идет рассказ, почему Люберцы город прифронтовой. Понятно, что весь Советский Союз был, все для фронта, все для Победы, но мы все-таки город именно прифронтовой, потому что у нас здесь был военный аэродром. И я тут удивляюсь, что многие практически, ну, 80% не знали этого, что был аэродром, вот, и для них это было открытие. Гробовая тишина, и слушают, и слушают, и слушают. И отвечают на вопросы просто, вот, ну, в захлеб спрашиваешь, руки-руки тянут, отвечают на вопросы. Так вот, проезжаем по Октябрьскому проспекту, поворачиваем около ансамбля, вот, с вечным огнем, около поликлиники, и как раз вот эта улица между улицей Кирова и Октябрьским проспектом, перед поликлиникой, она называется улица Власова. И я начинаю рассказывать и другие экскурсоводы тоже, кто такой Власов Николай Иванович. Это летчик нашего аэродрома, герой Советского Союза, который был заживо сожжен в 28 лет в лагере Маутхаусене, он в лагере в печи, заживо. И тут они вообще начинают, потому что представить, что ты вот молодой, сильный, тебя ведут, и тебя сейчас бросят в огонь, это же в 20 веке, с ума сойти, да? Ну, что за люди, я не знаю, я имею в виду врагов. И вот, и как раз вот эта улица Власова, мы по автобусам въезжаем в городок А и Б, как раз на территорию этого гарнизона военного, который был организован очень давно, начиная с 1928 года, когда к Сталину пришли. Его соратники сказали, что в казне страны собралось некое количество денег, которые можно потратить на строительство жилья для москвичей, чтобы расселить коммунальные квартиры, которые были просто... Ну, это муравейники были, это понятно, да, что такое коммунальная квартира. В общем, там Зощенко отдыхает со своими рассказами. Где-то была дружба на веке, где-то была война гражданская в этих квартирах. Надо было расселить. А Сталин сказал нет. Он прекрасно понимал, что к тому году, к 1928 году, авиация в мире развивалась очень сильно. Он понимал, что борьба-то будет не с наземными. У нас еще конница была. У нас были... Буденов, когда на фронт, в 45-м году Буденов тоже были кони. Так что он понимал, что авиация. Поэтому он сказал, что на эти деньги мы создадим кольцо ПВО вокруг Москвы. И молодец. Если бы не кольцо ПВО, и вряд ли мы сейчас бы разговаривали. Я все время об этом думаю. Потому что Гитлер когда-то подал на нас. Понятно, что Блицкрих, это быстрая война. Там план Барбаросса, все это проходит в школах. Но почему-то никто нигде никогда мне не сказал, даже в институте, когда я училась в историческом, нам не сказали, что первое, что подписал в плане Барбаросса Гитлера, это была авиация. Это была ВВС Гриф, у них назывался, и самые сильные силы в авиации. Все было брошено на Москву, чтобы пока сухопутные войска добираются до Москвы, уже Москву стереть с лица земли и убить всех москвичей. Именно это было там написано. То есть уничтожить полностью Москву и москвичей до того, как войска подойдут. Это была задача номер один. И если бы не кольцо ПВО, которое... Вот первый же налет на Москву состоялся в ночь с 21 на 22 июля 41 года, ровно через месяц после начала войны. До пяти часов утра они летели. Более двухсот самолетов с бомбами. Это же с ума сойти. Это сразу могли штраф полгорода снести. Тем более у них такое было сильное оружие. И их самолеты это были не наши самолеты. Мы только-только начинали осваивать МИГИ. И как раз вот Три Ивана, памятник которым находится как раз на границе городок А и городок Б, на том месте, где у них был их в аэродром, и на том месте, где у них стояли ангары для самолетов. Сейчас вот там был ангар. Я детям сказала, сейчас вам покажу последнее, что осталось на память об этой войне, об этом гарнизоне, вот этот ангар, в котором стоял как раз самолет Ласова Николая Ивановича, когда он улетел в свой последний полет и попал в плен в бессознательном состоянии. И уже дальше попадает в концлагерь Маутхаузен. Подъезжаем. Ангара нет. Там строится высотный дом. И кругом высотные дома. И люди, живущие там, вряд ли понимают, на какой святой земле стоят их дома. И также детям они вновь, я им рассказываю про трех Иванов, которых знали раньше в Люберцах все, я имею в виду военное время. Они их слагали песни. Три мальчишки, господи, 23 года и 25. Молодые совсем. Ванечка Голубин, Ваня Задорожный и Иван Шумилов. Вот три друга не разлива, да. Ну, это отдельный разговор о них, невозможно рассказать сейчас. Я к тому, что вот этот памятник, который мы привезли детей, он символизирует как раз весь наш подвиг летчика во время войны. Что они остановили врага и не дали разбомбить Москву. Когда полетели же, вот кольцо ПВО, это понятно, что это зенитки, это зенитчицы, это прожектористы, которые вот ловили на лучи, поймали самолет и ведут его. Ночи-то не видят же. Зенитчицы как раз у нас были, девчонки здесь, потому что они хорошо знали математику. Выстрел это должен быть быть не в самолет, а упреждающий, не рассчитывая, чтобы они встретились там. Угол атаки, угол тангажа. Вот я, например, гуманитарий, я вижу самолет, я бы выстрелила. И летел бы мой снаряд, а самолет пролетел. А самолет, пока мой летит до него, он уже улетел. Все, они не встретятся. Так вот, наши летчики, что же они творили, какие подвиги. Я не знаю, сколько бы вылетов боевых, сколько они сбили самолетов, ценой своей жизни. Они у меня все в глазах, потому что у меня же масса фотографий. Михаил Петрович Изместев, наш первый директор и основатель музея. Он же, когда приехал сюда в 68-м году, после того, как ушел из армии, был демобилизован, он дружил, он сразу, конечно, он фронтовик, полковник. И, конечно же, он сразу попал в линию всех наших фронтовиков, которые здесь были. А это были сплошные герои Советского Союза. Я им счет потеряла. Я все время считаю, сколько их он знал, с кем он общался. Но их, я не знаю, я насчитала больше 50-ти, которые жили тогда здесь. Они могли быть не Люберецкие в смысле от рождения. Но вот тогда, когда тут организовался этот наш аэродром, так вот в наших Люберцах, почему ПВО, про Сталина я не договорила, в 28-м году он это сказал, а в 32-м году уже к нам приехали. То есть уже было создано кольцо. И наша точка, вот этот гарнизон, который, они обосновались там, там вообще-то был лес, там были елки. Вот кругом ели-еле-еле сосны. И взлетная полоса у них была, они сделали такие металлические полосы, как раз там, где сейчас проходит Новоризанская дорога, где метро, котельники. И вот они взлетали по этой полосе, а самолет поднимался там, где сейчас мкат проходит. Вот это была взлетная вот эта линия их. И самолеты-то они были и в ангарах стояли, и потом уже при приближении войны они их прятали. Они были закатаны, их выкатывали потом кругом елки. То есть они их завуалировали как могли, потому что фашисты не разбомбили. И этот первый налет на Москву, это был 41-й год, повторю, что это была ночь 21-22 июля. Ведь самолеты летели не из Берлина, они летели из наших Барановичей. То есть в этот момент, к этому времени уже, все наши аэродромы там, на западном направлении, они были захвачены, летчики убиты, самолеты захвачены, горючие все забрали. То есть они взлетали уже от нас. Они летели близко. И наши летчики, конечно, решили... Вот по статистике, вот все, сколько я их читала, она разнится немножко, но она в главном совпадает. Все самолеты за всю войну сбиты, где бы то ни было, нашими войсками, где бы то ни было. Ну, то есть это могут быть занички, это самолеты, это, конечно... Вот, одну треть всех самолетов, одна треть летела сюда, на Москву. Вот эту одну треть наши летчики взяли на себя. Ценой своей жизни многие, многие. Вот, и когда ребята, вы знаете, они же приезжали, они же приезжают с цветами, это так, как вам сказать, в белых рубашках все, в белых кофточках девочки, все с лентой, они с цветами. Они садятся в автобус, смеются, как, ну, дети есть дети, господи, двенадцать лет, тринадцать. Там к финалу уже, да. Да, не к финалу, подъезжая к памятнику уже, они уже много чего услышали и понимают, что это улица Власова, которого сожгли. И еще я о нем говорю в музее, когда мы возвращаемся на экскурсию в музей, там есть его фотографии. Он красивый, как... Вот они все красивые, хоть в Голливуде снимай, они все молодость. Ну да, да. Советские люди, мальчики такие открытые. Вот, и они с этими цветами ведь на колено встают, вы понимаете, то есть ощущение святости, патриотизма. Вот они уже все это понимают. Вот это и есть, да, настоящий патриотизм. И завершая вот первую часть, хочется поблагодарить, кстати, что существует такой проект, когда не просто, знаете, на словах, а с рассказом, с показом мест, с улицей вы все это делаете. И это, конечно же, доходит до ребят гораздо быстрее, и они проникаются этим ощущением. Мы сейчас делаем небольшую паузу, а после этого я не могу этот, как скажем, этот невероятный кладезь не использовать, я имею в виду вас, потому что вы действительно главный хранитель и фондов, и кладезь знаний про городской округ Люберцы. Немножко мы поговорим о 400-летии, потому что не все жители городского округа Люберцы вообще в курсе, в каком замечательном месте они живут. Да, далеко не все. Ну и завершая вот наш этот блок, одну фразу хочу сказать. Вот для меня внутри существует такое правило, вот этот вот лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто», чтобы оно не стало буквами на каких-то транспарантах. А чтобы это было в сердце. Да, это должно войти. Небольшой перерыв, после чего возвращаемся в студию и продолжаем наш разговор. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас сегодня в гостях заслуженный работник культуры Московской области Наталья Александровна Степанова, наше постоянное гостье, которое представляет музейно-выставочный комплекс городского округа Люберцы, главный хранитель фондов и экскурсовод. И кому как ни, Наталья Александровна, знать историю, ну, практически 400-летнюю историю городского округа Люберцы, она мне здесь, в кулуарах, поделилась такой тайной, что, оказывается, начиная с названия, существует целая история. Вот давайте расскажем об этом. Да, ну вот тут даже наша экскурсия, которая называется Люберцем 400, она же длится 45 минут. Невозможно это рассказать за 45 минут. Поэтому взяли только опорные точки, чтобы хотя бы дети для начала узнали что-то главное, а потом уже пришли и дальше больше, потому что экскурсий тем много, приходите, что и делают, они приходят. Кто пришел на одно, тот придет еще на четыре. Я имею в виду класс, или просто семья, или просто человек. Люберцем 400. Все, самое главное, что вот дети начинают понимать, что такое дата рождения города. Они же не понимают, это же не то, что схемечка, посадили, вырос цветок. Да. Это первое письменное упоминание, где бы то ни было. Вот как дата рождения Москвы? 1147-й. Князь написал своему брату, приезжай ко мне брата во Москве, и поставил дату 1147-й год. Слово Москва и дата прозвучало, все. Вроде как зафиксировано. Да, да. Найдут раньше бумагу, значит, дата рождения Москвы будет не 1147-й, не 12-й века, что-нибудь еще. Дело в том, что в наших люберцах жизнь таки пела давно, на этой земле. У нас и были первобытные люди, и были всякие племена, и племена Мерии, и Вятичи. Ну, то есть, это целая культура. Вятичи – это вообще целая культура. Это страна в стране получалась. Они никому не подчинялись. Они торговались Византией. То есть, у них были свои суда. Сами по себе. Да. А все это вот рядом. Это будет наш поселок Октябрьский сегодняшний. Это и как раз было расселение такое большое. И там много было могильников, которые в 1961 году, в 1961 году, раскопали. Ну, неважно. Мы говорим о том, что первое письмо упоминание случилось в сентябре 1623 года. Это 17-й век. Почему у нас в 2023 году в сентябре будет 400 лет? Потому что к нам пришли с представленными книгами. Это тоже целая история. Это же Миша Романов. Он получил страну после поляков, после всех лжедмитриев. Кстати, их было 9. Мало кто знает. Знает уже лжедмитрия I и II. То есть, он тут... Бо своих знают. Свои били своих. Поляки били нас. Мы били. То есть, что творилось полное вот и в правлении страны тоже был там полный хаос. И в конце концов, в 1613 году Мишу Романова поставили. Он такой был дальний родственник жены Ивана Грозного. Долго отказывался. Во всяком. Во всяком. Он ребенок, 16 лет. Подросток. А папа его был в плену в польском. И вот он из польского плена, когда вернулся в 1619 году, спрашивает, Миша, ты вот взял страну, ты вот чем будешь владеть, ты же не знаешь ресурсы, ничего же не знаешь. Поэтому тогда как раз отец Филарет, папочка нашего Миши Романова, первого нашего царя, он сказал, давай-ка мы все перепишем. И послали по всем городам и весим людей с большими песцовыми книгами. Вот с этими песцовыми книгами к нам пришли в сентябре 1623 года. Причем эта песцовая книга на первой обложке не такие большие, сейчас они хранятся в Центральном государственном архиве древних актов. И на этой песцовой книге 1623-1624. А почему тире? Начиналась книга с 1 сентября и заканчивалась 31 августа. Вот почему тире? А потому что Новый год в 17 веке отмечали 1 сентября. И вот к нам приехали 1 сентября, переписали 9 домиков, сколько женщин, сколько мужчин, сколько коров, сколько лошадей. То есть просчитать налоги в будущем через 10 лет, через 5, через год, в общем, и все это понять, чем он был. 9 домиков было? Да, всего лишь 9 домиков. Это был 1623 год. А в этой песцовой книге нам выдали только количество домиков и первая письма напоминания «Справка из гада». Вот это у нас такой основной документ. 9 домиков. В конце концов, их потом уже скупает один человек, думный дьяк Иван Грязев. Он был думный дьяк, не церковный, это в должности, а там был чиновник. Причем большой он был. При делах. Он ездил как дипломат, в Англии, например, был. Вот он все это скупает, и все пустоши вокруг скупает. И он в 1632 году построил здесь церковь. Сначала он был деревянный, потом каменный. Но сам факт, что мы говорим детям, вот запомните, 17 век. Два момента. Первое, мы назывались деревня Либерицы, вот в этой песцовой книге. Либерицы. Деревня Либерицы, да. А второе, в 1632 году была построена церковь, и мы стали село Люберцы. Все с этого момента. То есть в 17 веке было два названия Либерицы и Люберцы. А почему изменилось название? Когда есть церковь, тогда начинается село. Дороги в Москву, из Москвы, торговые пути, пересечение торговых путей, речка Люберка, где можно в Мотопой. Стали появляться какие-то трактиры. Торговля стала проходить здесь. То есть мы стали расти, 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 и это уже было хорошее село. До железной дороги было еще далеко. Даже близко. Но пересечение торговых путей у нас здесь произошло. А почему название Либерцы? Люберка. Река Люберка. От нее, да. Вы понимаете, восемь, и существует даже девять версий. Я как-то в них не вникаю, потому что у меня... Слово «любовь» имеет отношение? Нет, не имеет. Имеет отношение три слова. Люберка. Плохая тихая река. Жили здесь племена Мерия. Это называется где-то Мерия, где-то Мерия. Вот прямо в наших лесах. Кстати, в наших лесах были животные, вот лось, лисы, зайцы, медведи. Вот спектакль «Царская охота». Он про нас, про здесь. Он про здесь. Так вот, жили племена Мерия, они называли эту нашу речку Люберка. Ка – это вообще в русском древнем это река. Ну, Ака, да? Река. Люберка. Почему плохая? Вот у нас есть книжный рынок, вы представляете, книжный рынок, там дальше железная дорога проходит, под ней тоннель, куда машины там. Вот это, кстати, вот машины, это высохшее русло речки Люберки. Этот мост был над речкой. Это сейчас асфальт. И вот в том месте, когда речка Люберка туда протекала, в том месте, она там рассыпалась на ереки, на какие-то проливы. Ну, в общем, болотистая местность. Так. И торгующие с Византией и вообще с кем бы то ни было наши племена в этом месте свое судно, на котором они плыли, тащили на себе. Плыли, 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 кусочек протащили и опять поплыли. Люберка впадала в пихорку, пихорка в Москварику, из Москвы реки можно было плыть куда угодно. Поэтому Люберка... То есть неудобства были определенные. Но это не так сказали Люберка. Так оно и осталось. Это три слова. Люберка. Но это, опять же говорю, документально подтвердить это не могу. Это только моя личная версия. Она не моя личная версия. Она существует. Я понял. Их просто восемь всякие. Так. И от слова любовь тоже. Хорошо. А город когда уже был? Это же все-таки село? Село. Так, мы с вами остановились в 17-й век. Наступил век 18-й. Да. 1705-й год. Наши Люберцы дарят. Прозоровский подарил владелец на ту минуту Прозоровский, умирая, завещал все наши Люберцы и все послушные все деревни, которые здесь есть, Александру Даниловичу Меншикову. В правой руке Петра I. 1705-й год. И Меншиков тут же, во-первых, строят здесь дворец, вокруг дворца разбивает тот самый парк культуры, который мы сейчас пользуемся. Он речку Люберку в этом месте расширяет, вот это самое, как будто это озеро, это место. Это он сделал, Меншиков, это широкое место. Там были розы, там были фонари газовые, плавали на лодках с Петром I Меншиков. И сажали тут, не знаю, сажал ли Петру I Лип, я думаю, что сажал, он был простой парень, он мог посадить Лип и что угодно, помогая своему такому, ну, правой руке он его был. И вот Меншиков тут же выбирает название Люберцы село и называет село Новопреображенское. Он вообще хотел назвать Преображенское, потому что они в Преображенском с Петром выросли. Ну, это вот сегодня Преображенская площадь. Получалось бы в московской земле, вот на московской, два Преображенских, путаница была бы. И поэтому назвал Новопреображенское. Ну, еще та церковь, которая у нас была построена, ведь в любой церкви существует главная икона. Там была главная икона в нашей церкви Преображение Господня, церковь Преображения, село Новопреображенское. Вот, например, Красково моё, где я живу, это у нас церковь тоже, и там была главная икона Богородицы. И мы не Красково ведь богородская по иконе богородской да это много было где как или по воде назвали или по главной иконе вот это было закон так ну достопримечательно и вот вы пожалуйста 18 веке мы стали называться село новопреображенская и возникает два дворца два меншикова 1 и 2 дворец тыс начиная с 1753 года будущего императора перед петра третьего это вновь петра первого и будущей нашей императрицы катерина 2 они сюда приехали в 1753 году им были подарены люберцы наконец-то они появились поимели что-то свое то не все там были там и в павловске жили и в общем не было у него свой адрес наконец свой адрес я не решили строить тут дворец прекрасный дворец архитектор карл бланк шикарный он был почти такой же как у как там есть в дворец господи вот за кускова не было слово русского с кускова ну там деревянный потом а тут строили каменный потому что все таки это надо за царская особого наследник престола ему конечно построили там 100 больше 100 метров только был передний план плюс повороты вот в шикарный был фундамент построили этот дворец умирает елизавета петровна императрица родная дочь вторая дочь петра первого и конечно что наследником становится петр 3 петр федорович который у нас тут же и вот и конь он уезжает санкт-петербург через буквально через 180 дней 186 дней он был правил его убивают и становится императрицей его жена сначала он так как бы заставляет его отречься а потом убивают ну там вообще история темная но я думаю что правда то в том что все таки убили бедного да не за важно потому что не не тому ни другому люберцы стали не нужны они уехали в зимний в петербурге заниматься они уехали петербург и здесь как бы и поэтому екатерина за приказала разобрать этот наш дворец то есть у нас в 18 веке здесь было два шикарных дворца которые исчезли одно воспоминание вот один стоял с этой стороны где у нас дворец культуры это стоял дворец меньшикова и вот этот саду нашу наш парк сегодняшний остался там него был фруктовый какой сад были садовник так так а с обратной стороны был построен напротив вот окна в окна с дворец петра третьего екатерины 2 ну а дальше уже следующий век вот в этом веке 18 веке мы назывались новопреображенске это третий раз 19 век 19 веке конечно это опорная точка у нас вот и 812 год когда 1 2 армия прошли по нашему по нашей рязанской до тузов по нашей рязанской дороге это сегодняшний октябрьский проспект и все что с этим связано мы рассказываем почему ушли с бородино с от бородинского поля не дали второй бой благодаря все время спрашивайте почему уходя 812 году наша армия оставила москву и благодаря этому победила потому что он ушел сохранил силы там встретился с другими и дальше уже как история а почему тысячи в сорок первом году спрашивает за москву для нас земли нет умирали на поступах не нельзя было допустить врага москву молчат молчать вдруг кто-нибудь один какой-нибудь маленькая головка умненькая в очках вдруг говорит да потому что 812 году столице россии был санкт-петербург 41 москва я готова расцеловать этого ребенка который сообразил который просто совместил простые вещи столицы да да и вот они все это берут вот 819 год и выявить 19 лет и в 19 веке конечно у нас это конечно прошла через нас железная дорога которая полностью поменяла жизнь и мы все еще называемся новопреображенская новопреображенская знамя было почти 200 лет на картах пишут новопреображенской в скобочках люберцы вот и начиная с 1904 года а тут у нас уже железная дорога промышленность пошла стали приезжать дачи то есть жизнь закипела просто да по полным и по полной да и на наступил 20 век где 1900 начиная четвертого года уже стали и метрики и какие-то там документы даже 1 госдума там были наши депутаты было написано что они приехали из любериц скобочках новопреображенской поменяли местами то есть снова стал потихоньку возвращаться слова люберцы большое спасибо вам за участие в нашей программе мы не прощаемся поэтому мы продолжаем рассказывать о городском округе люберцы напомню что в гостях у нас была заслуженный работник культуры московской области наталья александра степанова главный хранитель фондов и экскурсовод музейно-выставочного комплекса городского округа люберцы еще раз поздравляем вас со званием заслуженный работник культуры московской области спасибо спасибо большое это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания